Ну а львовский мусор уже почти год колесит по всей стране и похоже на карте осталось совсем немного областей, где он еще не побывал. Машины с отходами задерживали и в западных регионах, и в центральных, и на юге. Сегодня мусор доехал до Кировоградской области. Как его встретили там, узнаем от Елены Брынзы. Трасса Кропивницкий-Александрия, поворот на село Диковка, где находится женский монастырь. До ближайших населенных пунктов не меньше 5 километров. Людей здесь нет, да и проезжающие машины. Редкость. Вокруг поля и лесопосадки. Именно здесь сегодня ночью появилась двухметровая гора мусора. Обнаружил ее работник сельхозпредприятия, который и вызвал полицию. То, что мусор из Львова, сомнений нет. Здесь и школьные тетради, и чеки из магазинов. С какой-то стороны можно понять жителей Львова, и можно понять их проблемы, которые у них существуют. Но с другой стороны это, конечно, недопустимо. Вот так, втихаря, будем говорить, подбрасывать мусор туда, где ему не место. На свалку выезжали и экологи, и полиция. В райотделе говорят, поскольку гора отходов солидная, помимо админнарушения, решается вопрос об открытии и уголовного производства. Кто теперь будет убирать этот мусор, вопрос пока открытый. Скорее всего, решать эту задачу придется властям того села, которое ближе всего к месту свалки. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоградская область.